Здравствуйте! В эфире МТРК специальный выпуск новостей. С вами Мирбулат Андагулов. Почти два года и полтора миллиарда тенге. Сегодня в Петропавловске в микрорайоне Береке открыли новую школу. Учреждение образования оснащено по последнему слову технику. В каждом кабинете компьютеры для учителей и LED-экраны. Удобно здесь будет и учащимся с особенными потребностями. Для них предусмотрены пандусы, лифт и специальные парты. Сегодня там побывал глава региона Кумарак-Сакалов и наша съемочная группа. Сегодня в нашей стране отмечается 24 года со дня принятия главного закона страны. В честь этого знаменательного события в Петропавловске открывается школа на 600 мест. Теперь школьникам из микрорайона Береке не нужно ездить из одной части города в другую. Да и нагрузка на другие учреждения образования станет меньше. Через два дня за эти парты сядут более 500 учеников. А пока по новым коридорам и кабинетам экскурсия для главы региона. Здесь будут проходить уроки казахского языка. Помещение светлое и просторное. Есть все необходимое, чтобы получать качественные знания, рассказывает директор школы Сауле Турсынова. В школе все кабинеты оборудованы современными требованиями. Во всех кабинетах каждый учитель имеет свой персональный компьютер, интерактивные доски, LED-экраны, которые соединены на интернет-систему. Обучать учащихся здесь будут на государственном языке. Дефицитов в педагогах нет. Уже приняли 45 учителей с высшим образованием. Это кабинет физики. Учиться в таком – мечта каждого ребенка. Да и открывать для себя законы Ома, Ньютона и Архимеда гораздо интереснее, когда есть возможность проверить их на практике. Для этого созданы все условия, как и для детей с особенными образовательными потребностями. Для них в новой школе предусмотрены пандусы, специальные парты и лифт. Главе региона показали новый спортивный и гимнастический залы. Мечи, гири, ракетки, скакалки. С таким оснащением ни один школьник не захочет прогулять урок физической культуры. А такого актового зала точно нет ни в одной школе Петропавловска. Стены здесь легко раздвигаются и помещение подойдет для любого массового мероприятия. Моя дочь идет в первый класс. Я думаю, что ей будет очень радостно увидеть в 1 сентября такую красивую школу, такое большое здание. И она будет учиться только отлично. Очень хорошо, что в данном микрорайоне открылась новая школа с государственным языком обучения. Просторная и светлая и школьная столовая. Она рассчитана на 130 мест. Готовить для ребят здесь будут только здоровую пищу. А это спортивная площадка. Здесь установлены тренажеры. Есть футбольное поле, можно играть в волейбол и баскетбол. Мы финансирование за три года увеличили сферы образования на 29%. В том числе и на капитальный ремонт. Этим летом очень много объектов было охвачено капитальным ремонтом. Хочу еще раз сказать о том, что в целом по республике капитальным ремонтом было охвачено 323 объекта образования, из которых 40% это объекты образования нашей области. Вот все принимаемые меры, несомненно, они позволят улучшить систему образования и, конечно, повлияют на успеваемость наших детей. На строительство школы потратили полтора миллиарда тенге. Ее открытие позволит решить проблемы трехсменного обучения. Такой режим был в четырех учреждениях образования областного центра. Теперь их осталось три. Кстати, новая школа, единственная, которую построили за последние 12 лет в Петропавловске, не считая ниш. Алена Хан, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. Праздник главного закона страны. 30 августа 1995 года была принята Конституция Республики Казахстан. Этот день стал государственным праздником. Сегодня его старт был дан на центральной площади Петропавловска, где любой желающий мог посмотреть концертную программу. Какие еще сюрпризы для североказахстанцев приготовили организаторы праздника, знает моя коллега Дарья Пышмынцева. Уникальное в своем происхождении, богатое духовно и культурно, стремящееся возрождать традиции и чтить память предков. 30 августа все стихи, песни и танцы посвящены Казахстану, а именно дню, когда был принят главный закон страны. 24 года назад в Конституции, которое состоит из 98 статей, 9 разделов, удалось собрать и упорядочить основные цели и задачи государства, а также права и обязанности его граждан. Сегодня они могут свободно трудиться, получать образование, заниматься творчеством, развиваться и отдыхать. Хотел бы поздравить всех жителей Казахстана, в частности Петропавловска, с таким большим праздником. Благодарю, что у нас чистое небо, спокойно, что у нас мир на земле. Желаю, чтобы страна всегда была такой же, всегда, чтобы был в ней мир, чтобы она процветала. С самого утра на центральной площади оживленно. Гости жителей областного центра пришли на праздник, посвященный Дню Конституции Казахстана. Здесь установили юрды, провели выставку дары природы и ярмарку меда. Больше тонны полезного лакомства, а еще десятки разновидностей продукции полосатых тружениц привезли в праздничный день пчеловоды области. Золотистый, тягучий самых разных видов. Покупка актуальная, так как холода уже добрались до северного региона. Олег Гаврилов участвует в сладком фестивале 10 лет. Он предлагает мед с добавками, а также классические его виды. Они у покупателей пользуются большей популярностью. Цветочный мед, разнотравие, потом подсолнуховый, гречишный и дойниковый мед. Мед в этом году урожай удался. Меда очень вкусный, хороший. Самый полезный у нас считается дойниковый мед. А напротив расположилась выставка «Дары природы». В ней участвуют представители всех городских школ. Цветочные, фруктовые, овощные композиции и поделки. От разнообразия красок разбегались глаза. Больше всего гостей праздника привлекали красиво оформленные фотозоны. Это, например, сделано в виде арки, в которую вплетены колосья пшеницы, литья винограда и подсолнухи. Не меньше желающих сделать снимок на память с творением первого городского общеобразовательного IT-лицея. Наша композиция называется «Красавица осень», в которой виден и плетень, и замечательные подсолнухи, и калина, и рябина, и бархатцы, и фрукты, и овощи. Собирали мы ее вместе учителя и дети. Использованы материалы, которые вырастили педагоги на своих участках. То, что мы вырастили на пришкольном участке. Видите, собирали листочки. Позаботились организаторы праздничной программы и о маленьких гостях, которые пришли на Центральную площадь в День Конституции Казахстана. Мальчишек и девчонок развлекали аниматоры. Такие же активные игры подготовили для юных северказахстанцев возле входа в парк. Каждый год в День Конституции на площадке возле Кребического музея проводят праздничную выставку. Здесь любой желающий мог почувствовать себя частью истории, увидеть архивные документы и фотографии. Последних здесь около 40. На фотографиях у нас, прежде всего, изображены основные разделы Конституции. Это общие положения – человек и гражданин, президент, правительство. Также на выставке был представлен деревянный макет Конституции Казахстана. Дарья Пышмынцева, Данил Тарасов. Новости МТРК. Сочная долма, сладкая пахлава, свежая крошка, горячие баурсаки и тандырные лепешки. На площади перед областной ассамблеей народа Казахстана было не только вкусно, но и весело. Там прошел этнокультурный фестиваль «Салдестер», в котором участвовали семь районов. В атмосферу праздника окунулась ей Гирим Мукашева. А вот так весело было во второй половине праздничного дня перед Домом Дружбы. И даже проливной дождь, не прекращающийся несколько часов, горожанам не стал помехой. Еще бы, ведь подготовлена такая насыщенная программа. Зажигательные песни, игры и национальные блюда. Вот, к примеру, окрошка, блины, сало и пышный каравай. А еще представители Казалжарского района встречали гостей настроением хорошим и песней доброй. Зажигательное выступление и жюри порадовало, и петропавловцев. Рассказывать про русскую культуру можно долго. Лучше показать ее во всей красе, отмечает руководитель этнокультурного центра. Приготовили мы различные блюда, мы тоже своими силами. Вот пирог, каравай спекли от нашего лесного сельского округа. Рыбный пирог, картошку, окрошку, блины, яйцо. Ну, все, что на столе у сельского жителя, то и здесь мы привезли. Мы можем и просто спеть для людей, если кто-то желает, хочет. Потому что в наш этноцерд входит вокальная группа «Селянка». Громче всех зажгли представители Татарского этнокультурного центра из Заиртаусского района. Умение покорить публику – важный критерий, по которому жюри выбирает победителя. Кроме того, оценивают оформление юрты. Демонстрация обрядов и игр тоже приветствуется. Ну и, конечно же, насколько аппетитны и колоритны блюда. Сочная долма, сладкая пахлава, горячие тандырные лепешки. Необычные блюда турецкой кухни от тимирязевцев привлекли петропавловцев. Не менее многолюдно и у поляков. Польский народ славится тем, что они рыбаки. Поэтому у нас, конечно, есть блюда из рыбы. Затем польская кухня всегда славится. Мужчины есть мужчины, они ведь любят вкусную еду. А как же без пирога с мясом? У нас есть пирог с мясом. Ну а девочки любят сладенькое, а значит, это шарлотка с яблоками. Это выпечка, это вареники. Вообще польский народ, он и как и казахский, собрал многие традиции, разных народов. И там можно встретить блюда и украинской кухни, и польской, и даже турецкой. Семь районов, семь разных этносов, десятки номеров и выступлений, сотни блюд. Их, кстати, могли попробовать все желающие. Ведь щедрость и гостеприимство – это то, что объединяет все этносы, проживающие в Казахстане. Без угощения и заряда позитива с фестиваля никто не ушел. Больше всего понравилось мне турецкий, польский и татарский. Они как-то более гостеприимно всех приняли, и очень много угощений разнообразных. Отличный праздник, хорошо, что тоже идет, и знаете, это своя стихия, свой шарм дает. Я в восторге, в восторге от нашего края, от всех наших творческих дел, без ума. Очень вкусно и очень классно, мне вот здесь очень нравится. Поздравляю я всех! По итогам фестиваля первое место занял турецкий этнокультурный центр из Тимирязевского района, а гран-при – у мамлюдского. Они представляли украинский этнос. Айгири Мукашева, Рослан Тлюжанов, Новости МТРК. Вы смотрите новости на МТРК, и мы продолжаем наш выпуск. Сильнейшие боксеры Казахстана и России в Петропавловске. Сегодня здесь выбрали короля ринга. Этот турнир среди ветеранов спорта проводится в третий раз. Традиционно в День Конституции состоялись финальные бои. Кто стал сильнейшим в своей весовой категории, расскажет Айгири Муканова. Финал турнира «Король ринга-2019» прошел в Петропавловске. Он стартовал 28 августа. В СНГ это единственный такой турнир, который проводят среди ветеранов бокса. С каждым годом выбирают короля ринга в третий раз. Турнир становится все популярнее. В этом году уже и больше участников, и олимпийцы приезжают, и еще много ребят хотят приехать. Думаю, этот турнир будет каждым годом развиваться. Показать себя перед сверстниками и подать пример молодежи. Участникам от 35 до 63 лет. Среди них как любители, так и профессионалы. Адик Бермешев приехал из Атырау. Завтра ему исполнится 63 года. Сегодня он стал обладателем пояса «Короля ринга-2019». За три дня турнира показал отличную подготовку. Его соперникам пришлось не сладко. Сегодня соперником Адика Бермешева стал 36-летний Миржан Рахимжанов из города Нур-Султана. Он призер чемпионата Азии 2005 года и участник Олимпийских игр в Афинах. Миржан почти в два раза моложе своего противника. Вряд ли тот смог бы дать отпор. Напряжение в зале росло. Все приковали взгляды к рингу. Но Миржан Рахимжанов отказался от поединка. В силу уважения к старшему поколению. Я пришел на бокс в 1996 году. И по сей день занимаюсь спортом. Сам являюсь тренером. Готовлю и детей, и взрослых. Моим соперником был Адика Ага. Мы его все знаем. Он у нас был судьей. Я уважаю возраст. И я знаю, что на следующий турнир он уже не сможет приехать. Это была его мечта, одеть этот пояс. И я как бы уступил ему дорогу. В финал прошли сильнейшие. Они до последнего боролись за пояса чемпионов. Шесть весовых категорий и шесть королей. Разделили между собой призовой фонд 1 миллион 800 тысяч тенге. Агири Муканова, Данил Тарасов. Новости МТРК. На этом все. Поздравляем вас с Днем Конституции. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин